Девушки отдыхают События на этом участке фронта легли в основу множества фильмов и книг Как ни крути, это самая масштабная, последняя масштабная война, в которой человечество пережило А у поклонников компьютерных игр сегодня есть возможность оказаться в самом пекле событий тех лет, происходивших на этих 100 километрах Это не очередная игра, это совсем другая игра, которая ставит там совсем новые вершины, создаёт Девушки отдыхают Девушки отдыхают В 1943 году президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль Решили создать штаб для разработки и проведения операции освобождения северо-западной Европы от фашистских захватчиков Операции было дано кодовое название «Аверло» На этом участке фронта нацисты имели 61 дивизию, в том числе 10 бронетанковых Основные силы были сосредоточены на побережье Возводить сооружение бронительных укреплений, так называемый «Атлантический вал» немцы начали ещё в 1942 году По приказу Ромеля было создано 9 тысяч артиллерийских бункеров, толщина железобетонных стен которых составляла не менее двух метров Всё побережье было усеяно минами и противодесантными корьями Переправившимся с британских островов через Ла-Манш подразделением в составе 16-го пехотного полка 1-й американской дивизии Был дан приказ произвести высадку на участке Амаха И силами нескольких род уничтожить позиции немцев, занять оборону, окопаться и прикрыть высадку союзных войск на побережье Для осуществления поставленных задач командование предоставило в поддержку артиллерию и авиацию 6 июня 1944 года перед самым рассветом операция началась Исход этого сражения известен Кровавая Амаха 44-го унесла жизни более двух тысяч человек Эти события и легли в основу игры офицеры Вообще Вторая мировая давно уже популярная тема Потому что, как ни крути, это самая масштабная, последняя масштабная война Которую человечество пережило Поэтому ее еще долго будут моделировать в играх Свой дебютный проект про события на Амаха Бич Команда разработчиков компании GFI Украина начала еще 4 года назад До тот момент, когда начинали, это была дань моди скорее То есть все любили там игры про Вторую мировую Их было на большой наплыв, и вот на волне решили сделать Потом, пока она разрабатывалась, волна спала И уже даже как бы нам пришлось бороться с тем, что Многие геймеры и пресса, смотря этот проект, говорили, что это очередная игра про Вторую мировую И только там показывая игру, мы доказываем, что это не очередная игра Это совсем другая игра, которая ставит там совсем новые вершины, создаёт За время создания, как это часто бывает, игра претерпела массу изменений От названия, сначала проект назывался Комбат, до жанра Изначально игра была точным варгеймом, который был идеальным То есть он абсолютно правильно воспроизводил все характеристики К концу от этого пришлось отказаться в силу того, что рынок варгеймах там все-таки очень узкий Очень мало людей, которым нравится, что их танк, который они там отправили в путь Там был взорван непонятно кем, непонятно откуда Большинство людей любят все-таки играть в экшен То есть сесть и начать играть Не заморачиваясь тем, что у неё там правая гусеница чуть-чуть повреждена Левая при этом трак один заменён В итоге на свет появилась трёхмерная стратегия в реальном времени с элементами RPG Фона цель стояла дать игроку почувствовать, что он управляет фронтом Большое количество винтов на большой территории растянуты Постоянно что-то происходит Вам необходимо команды под разделением армии союзников выполнить шесть миссий У новичка прохождение одной кампании может затянуться на восемь часов А если вы нацелены на тотальную победу, то вам придётся провести на полях сражений около пятидесяти часов Разумеется, задания построены на тех же исторических документах На тех же задачах, которые стояли перед реальными солдатами в 1944 году Это будет атмосфера настоящей войны, как оно было Что это будет как бы амак обич, не киношный, а более жёсткий, суровый Что это будет взятие Лейпцига, которое как бы было на самом деле Это будет взятие Мужино, когда лупила дальнобойная артиллерия Фактически пехота, танки стояли без топлива, а пехота просто пверлась вперёд на доту Ощущение того, что ты самый офицер Причём вот такой молодой и неопытный Оно присутствует Всё-таки вот в таких более условных статиях Там дают игроку почувствовать свою крутизну Даже если на самом деле он так с этим подпустим А тут вот именно некая адекватность существует Между тем, что представляет собой игрок И тем, кем его пытаются сделать в игре Разрешите идти Для создания максимальной реалистичности были сделаны огромные карты Каждая из которых представляет собой местность размером 5 на 5 километров Путём нехитрой математики можно вычислить, что площадь одной карты 25 квадратных километров Карты смоделированы по реальным прототипам, разумеется То есть сохранены некоторые географические пропорции Сохранены карты высот Но не нужно надеяться на то, что если вы пройдёте кампанию у офицеров Вы сможете точно так же танковой армии взять в Францию за два дня На картах офицеров может одновременно находиться до 1500 юнитов В том числе и около 50 различных типов боевой техники Танков, САУ, легковых автомобилей, грузовиков Всё, что было в реальном фронте 1944-1945 года в Европе Всё присутствует в России Например, танки имеют разное бронирование с разных сторон, которое соответствует реальному То есть воспроизводится всякие распространения взрывной волны То есть если взорвётся рядом снаряд с танком, танк покочнётся, броню у неё пробьёт Вся техника детализирована Её можно уничтожить только соответствующим ей противодействующим средствам То есть танки уничтожаются артиллерией, а не просто огнём из винтовок И поэтому приходится, это то, что я говорил, к вопросу взаимодействия родов войска Их прекратит он туда Но тут же, конечно, у тех же танков смоделировано, допустим, некое узловое повреждение То есть танк с подбитым мотором будет стоять и гореть Но это не значит, что он будет уничтожен Любой тигр, развернув башню, может ещё очень неплохо организаться Кроме вашей армии и врагов, на поле боя присутствуют и союзные силы Находящиеся под командованием других офицеров Помогая в одном моменте конвою своих союзников по коалиции отбиться от врага Мы можем надеяться в следующем миссии или в следующем эпизоде на то, что они придут нам на помощь То есть игра не настаивает на жёстком выполнении всех целей Она достаточно гибкая И так же, как на войне, один проигранный бой не ведёт к проигрышу всей войне Игра затягивает тем, что очень всё реалистично То есть я, в принципе, не очень-то отдаюсь теме Отечественной войны и так далее Но здесь прямо захватило Говоришь, захватило? Так ведь это неудивительно Офицеры в мельчайших деталях показывают всю суровую действительность войны Правда, для того, чтобы игра держала геймеров в напряжении До победы в финальной операции Разработчики решили немного вмешаться в ход истории Я бы не сказал, что это максимально исторически достоверная игра Нет, такого нету Как бы очень много исторических допущений Но на них пошли сознательно То есть во главе угла стояло то, что это игра На втором месте стояла историческая достоверность Скажем так, это игра скорее по мотиву, нежели это точно исторический черт Да, разумеется, допустим, некоторые танки, такие как американский першинг, ну не могли в таких количествах принимать участие прямо в высадке на Амаха-Бичи Но они принимали участие в то время на фронте и никто же не может запретить их просто передвинуть чуть-чуть на участок фронта Немцы всю войну ни разу не выкидывали десант Кто играл в первую миссию офицеров, те знают, что немцы там достаточно часто пытаются выкинуть десант Вот, ну вот, как бы вот первое сразу столкновение идет То есть многие историки говорят, что как же так Но зато это интересно, зато как бы это не дает игроку расслабиться Игрок все время должен быть готов к тому, что сейчас ему в тыл выкинут десант и захватил важную точку Противники сжимают в руках пулеметы и устраиваются в окопах Пушки неспешно разворачивают стволы, рычат двигатели танков, а бойцы уже готовы ринуться в бой Не хватает только вас Здесь игрок привыкает к мысли о том, что его задача не экономить каждого солдата доступного, а выполнить поставленную командованием боевую цель Каким образом? Об этом чуть позже Смотрите во второй части программы Что чувствует игрок, находясь в самом пекле сражений? Здесь ты чувствуешь себя нормальным, настоящим мужиком, нержавом Как разработчики добивались реализма? Для игры такого масштаба, такого размаха, это редкость Зачем создателям потребовалась настоящая военная форма тех лет? Связывались непосредственно с историческим обществом, которое занимается реконструкцией событий и доставали форму И чего ждать от продолжения игры? Я думаю, что это будет очень интересное сражение на больших картах с большим количеством войск Это и многое другое далее в программе Икона Видеоигр Здесь на поле боя могут находиться до 1500 юнитов Здесь вам подвластная артиллерия, пехота, танки и авиация Здесь бросают вызов вашим стратегическим талантам Это игра, где вы можете изменить ход истории В игре «Офицеры» любую боевую задачу можно решить различными способами А при повторном прохождении становится заметно, что и противник каждый раз ведет себя по-другому То атакуя с разных направлений, то формируя силы в других местах, то неожиданно начинает арт-обстрел по вашим позициям Здесь ты чувствуешь себя нормальным, настоящим мужиком, генералом За встречу! Имея огромное количество солдат и техники в своем подчинении, вы, как хороший командир, должны не только грамотно строить наступление, но и следить за состоянием войск Глобальная экономическая еще стратегия такая, именно военная То есть планирование расходов, что важнее в данный момент и так далее Машины потребляют топливо, солдаты любят плотно перекусить, и те и другие справно расходуют боеприпасы Поэтому чересчур долгая рекогностировка и подготовка к атаке чреват расходованием запасов Их, конечно, можно пополнить, захватывая склады, однако задача эта тоже непростая, одним словом, реализм Для игры такого масштаба, такого размаха, это редкость Здесь все выверено до мелочей В основе игры лежит собственный движок на базе DirectX 9 В движке используется технология вертексных и пиксельных шейдеров версии 2.0 А также реализованы такие возможности, как бамп-маппинг с отражениями, попиксельное освещение, система частиц, разрушаемые объекты, скелет Анимация юнитов Стоп! Вы ничего не поняли из этих сложных терминов программистов Неудивительно! Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Поэтому смотрите, что позволили сделать в игре все эти вышеперечисленные технологии Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле очень красиво, когда все начинает дым, взрывы какие-то, еще авиацию вызываешь Все это застилается, просто экран круглого дыма Я еще люблю играть на очень большом зубе То есть там, как в игре, хорошо, что можно сделать просто до юнита уменьшить То есть видеть, как двигаются солдаты, как гусеницы у танков двигаются А можно прямо сделать ощущение бога такого Смотришь, прям баталии, очень красиво Своей отдельной гордостью разработчики считают создание ландшафтов С использованием технологии Speed 3 Которые играют не последнюю роль Как и в создании атмосферы игры, так и в выборе стратегии и тактики при выполнении миссии У игрока не возникает ощущения, что одинаковое деревце просто понатыкано по территории равномерного засеивания Тем более, что при большом удалении на таких уровнях, которые заселены одинаковыми деревьями Возникает ощущение просто как бы картонности Что мы играем в декорациях Такой движок Speed 3 позволяет, мало того, что делать растительность уникальной Да, он позволяет, конечно, разрушаемость не только валить деревья Валить деревья это как бы одна из мелочей Мы прокладываем, да, танками путь в лесу Потому что, конечно, в растительности меньше шансов нарваться на минное поле Делание это вообще отдельная тема Это отлично Если Можно заметить незащищенную пехоту Незащищенную тяжелую артиллерию Которая сидит, допустим, в каких-нибудь зданиях На бытии ваших танков То можно со стопроцентным уверенностью сказать Что поле перед этой как бы незащищенной пехотой обязательно заминировано Вот и есть шанс оставить все танки на этом поле Но, с другой стороны, имея дальнобойную артиллерию Можно все эти дома сравнять, не подходя к ним Здесь не просто сделали движок, который тянет большие пространства Здесь его еще сделали так, чтобы он шел даже на слабых машинах Если ваш игровой компьютер имеет параметры не меньше, чем Процессор 2,6 ГГц 512 МБ оперативной памяти И видеокарту GeForce 5600 или Radeon 9600 Можете смело принимать командование союзными войсками И выдвигаться на выполнение первой миссии Непосредственный движок, он настолько хорош, что сейчас он получил свое логическое продолжение То есть это глюкоза, зубовская ферма Сейчас делается другой проект РТС, который уже рассчитан на совсем другую аудиторию То есть в данном случае мы на взрослых ориентировали Сейчас команда хочет отдохнуть и делать проект для детей Пока рано говорить, что из этого получится у разработчиков При совмещении серьезной военной стратегии и компьютерной певицы Ну а мы возвращаемся на поля сражений союзнических войск в игре Офицеры При таких огромных площадях и внушительном количестве юнитов на поле боя Разработчики не могли не сделать режим активной паузы Это помогает разобраться в управлении игрой без особых потерь в виртуальных войсках И не путаться командой многочисленными отрядами Также в вашем распоряжении есть меню управления офицерскими запросами в штаб Они могут быть восьми видов Авиаподдержка истребителями, штурмовиками или бомбардировщиками Залп артиллерии, вылет разведсамолета Вызов пехотных или танковых войск А также высадка десанта в указанную область Офицеры благодаря своей масштабности и зрелищности Они создают у игрока не просто иллюзию управления войсками А ощущение, что человек непосредственно сам находится в гуще событий, в гуще боя Вначале вам доступно определенное число запросов каждого вида Далее на каждом этапе после выполнения очередного приказа командования Их количество может увеличиться Если экономить и не разбрасываться арт-обстрелами То количество офицерских запросов аккумулируется Это делает игру более стратегической Ведь можно разбомбить все в пределах видимости И потом проиграть в последнем бою А можно долго и упорно воевать малыми силами Экономить и в какой-то момент задать врагу настоящего жара Стратегия, за которой вроде бы наблюдаешь со стороны Но все равно ощущаешь себя внутри Немаловажную роль для создания атмосферы сыграло звуковое сопровождение На полях сражений слышны мощные канонады Ляск механизмов, звук воздушной тревоги и разговоры военных Все юниты, все войска говорят на своих языках То есть у нас нет плохой локализации Когда кто-то пытается акцент откосить под английский язык или под немецкий Немцы говорят на немецком Англичане и американцы говорят на английском Сообщение эфирами продублировали на русском Но это скорее так, чтобы игрок понимал Потому что не все знают английский Не все знают, что «джеррис» — это сленговое обозначение, что немцы Большое усилие было потрачено на нахождение на этих актеров То есть мы заключали отдельный договор с одним из американских театров И их актеры принимали участие в озвучке американских солдат Отдельно огромное количество времени было потрачено на нахождение немецкого спикера Сами же разработчики увековечили себя в заставочных экранах игры Созданием этих фотографий связана целая история Ведь все использованные мундиры, награды и знаки различия — не бутафория, а настоящие Так как разработка основной велась в Киеве, киевской командой То выходили на киевскую студию имени Довженко Они поднимали свои архивы, фильмы про войну, которые они снимали в 50-х годах Искали форму Самые большие проблемы были с американской формой Американскую форму доставали чуть ли не из Англии Потому что связывались непосредственно с историческим обществом, которое занимается реконструкцией событий Однако, как это часто бывает, не все, что задумывалось разработчиками, удалось осуществить При разработке любой игры существует так называемая штука под названием фичикат То есть когда подходит срок релиза, а при этом все, что мы хотели реализовать, не реализовано Один из элементов, который в офицерах попал под нож режиссера, продюсера, угодно Оказался пресловутый RPG-элемент Он присутствует в игре, юниты набирают опыт То есть это есть Там есть в интерфейсе панелька, которая переключается и показывает, насколько юнит вырос в звании Насколько у него там стали лучшие параметры Проблема в том, что войну выиграют миллионы Это значит, что, как и в настоящей войне, время жизни одного солдата на поле боя в офицерах достаточно небольшое Особенно, если он в активном бою И это приводит к тому, что человек зачастую даже не успевает понять, насколько вырос его юнит То есть как бы пришли свежие подкрепления, они брошены в бой Если не брошены бездарно, так они вообще гибнут быстро Он просто не успевает увидеть этот RPG-элемент Возможно, в продолжении игры это будет исправлено И не только это Для современной игры данная игра имеет один большой недостаток В ней отсутствует многопользовательская игра Ну, к тому есть несколько объяснений В том числе, как бы то, что игру уже пора было выпускать Но, как я уже говорил, мы сейчас работаем над советской компанией Которую мы собираемся включить все известные битвы То есть это Соленграв, Курск, битва за Москву взять и Берлина Там это будет Одновременно с этим аддоном мы собираемся включить мультиплеер в игру Чтобы игроки могли сразиться друг с другом Я думаю, что это будет очень интересно Сражение на больших картах с большим количеством войск А пока нам остается снова и снова проигрывать зловещие события давно минувших дней Команда полутора тысячной армии на побережье Нормандии Не пропустите! Через неделю в это же время В свободное время вы не прочь отправиться в виртуальный мир И там замочить пару-тройку злодеев Погонять на крутых тачках Поразвлечься длинноногими красотками Программа о самом интересном, веселом и необычном В мире компьютерных развлечений Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова